Поэтому доступ в интернет строго в ограниченное время. Теперь главная тема – видеоблогеры. Это лидеры мнений, которые уже сейчас активно влияют на молодежь. Подписчиков уже, сами знаете, у кого даже больше двух миллионов. С лентой мы, конечно, обосрались жидко, но оставшиеся 12 миллиардов пустили на создание полностью оригинальной, прогосударственной команды видеоблогеров. Национальная команда блогеров? Это звучит толково. Показывай. Итак, минуту. Это у нас особый вариант. На него большая часть бюджета уходит. Меня часто спрашивают, почему я живу в провинции, не переезжаю в столицу. По-моему, ответ очевиден. Сегодня очень большой день. Я отправляюсь на другой конец города на самом удобном и комфортном транспорте из всех возможных. Оцените, какие здесь комфортные поручни, которые позволяют не упасть во время поездки. А в салоне – мягкие, удобные сидения, но самое главное – это вид из окна. Какая красота! Слушай, а это правда нижний так выглядит? Ну, какой там 3D-модель? Я же говорю, на него большая часть бюджета уходит. Добро пожаловать в мою новую мастерскую! В провинции есть чем заняться. Так, а почему в настоящем городе нельзя это снять? Так там гемор такой. На дрон надо разрешение месяц получать, улицы перекрывать, чтобы машина не сбила, разруху завешивать, ФСБ уведомлять, МВД, СК, маршрут съемок согласовывать, мэру еще сверху заносить. Понятно. Кто там еще есть? Второй образец – очпачпай. У него самый простой и удобный формат для высмеивания наших оппонентов на международном уровне. Ну, это уже интереснее. Врубай. Как дела, ребята? С вами снова я. Уш-пош-пай! Я чувствую, кто-то, кто-то зашкварился. Да, конечно, это опять американцы. Факлинг, бич! 17 неловких рукопожатий от Трампа. 17! Я за всю свою жизнь не сделал так много неловких рукопожатий, а здесь это собрано в целый ролик. Заржал! Просрал! Зачем ты хлопаешь его по руке? Это же... это рукопожатие. Клоун. Просто клоун. Ты Юрий Гальцев, которому дали власть. И-э-э-э-э-э! Чёрный человек в политике. Обама, который сыт у меня в подъезде. И Трамп, который взрывает мне пукло. Что с вами не так, американцы? Трамп, ты сидишь постоянно на ядерном чемоданчике, и ты можешь запускать ракеты, но кто запускает ракеты в итоге? Илон Маск. Ему дают миллиарды долларов, и он засовывает их в жопу. Ракета не должна так делать, Илон Маск. Она летит вверх и улетает в космос. Твоя развалилась! Несколько миллиардов долларов в труху. Отдайте деньги нам, мы их затопчем бульдозером. Как и ваши сраные продукты. И как и ваше ПО. Вы можете засунуть свое ПО в ПО-ПЫ. Зачем ты запускаешь машину в космос, Илон Маск? Машина не может существовать в космосе, потому что вот сюрприз. В космосе нет дорог. Ты что, тупой? И если твоя машина застрянет, некому будет ее оттуда вытаскивать, потому что вот так сюрприз. На Луне нет людей. Как тебе такое, Илон Маск? Ты тупой. Вы спросите, кто зашкваривается куда больше, чем Трамп? Кто зашкваривается куда больше, чем Илон Маск? Конечно же. Бравые парни из американской армии. Судя по всему, это парадный полк. Это полк, который заточен на то, чтобы быть красивыми, ловкими и показывать трюки. Что сделал этот пацан? Он все приебал. Его любимая мать. Она хотела гордиться своим Джонни. Но Джонни долбоеб. А на сегодня все, дорогие братаны. Ставьте лайк. Мерч в описании. Конечно. 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 Я не доснял свое видео. Я не доснял свое видео. Пак и пэч. Да, этот клоун ничего такое, работать можно. А есть кто-то, ну, более, ну, чтобы поближе к народу был. Есть одна семейная пара с юморком. Сейчас покажу. Ира. Что? У меня вопрос к тебе, Ира. Очень важный вопрос. Что ты скажешь об этом парне, Ира? Он выглядит так, будто очень себя любит. Ты чертовски права, Ира. А знаешь, что он еще любит, Ира? Что? Не покрывать террористов. Дуров Аббар, сука. Да-да, Паша любит не покрывать террористов. Что за Паша? Дамы и господа. Павел Дуров. Отмазки этого человека, который не хочет предоставлять ключи шифрования нашей стране, выглядят так же естественно и натурально, как и его волосы. Что, не так с его волосами? Что, не так с его волосами? Абсолютно ничего, Ира. Они на 200% натуральны. Они такие же натуральны и естественны, как и я. Как и мое тело. Смотри, Ира, я покажу тебе. Смотри. Это естественное тело естественного и натурального человека. Я как Паша Дуров. Я стою за свободу в интернете. Что же, Ира? Это похоже на Пашу Дурова? Вот так Паша выглядел в студенческие времена. И вот так он выглядит прямо сейчас. В эпоху цифрового сопротивления. Он сделал трансплантацию? Трансплантацию? Ты думаешь, он сделал трансплантацию? Я так не думаю, Ира. Я думаю, просто дело в том, что Паша такой талантливый. Он такой талантливый и изобретательный. Что его волосы с жопы прямо с очка перелезли на его лысенькую головку. И там заколосились. Знаешь что, Ира? Что? Я хочу быть таким же талантливым, таким же натуральным и красивым, как Паша Дуров. Павел Дуров, как Павел Дуров. Я такой натуральный. Я как Павел Дуров. Я просто гуляю. Я за анонимность. Не плевать на законы. Я как Павел Дуров. Я люблю террористов. И волосы с жопы. Я как Павел Дуров. Я люблю себя фоткать. Люблю свое тело. Я за анонимность, я как Павел Дуров Я как Павел Дуров Дети от восьми до шестнадцати лет Че как, Леха братва, с вами Леха Пол И у меня для вас охеренные новости Че это такое? Скорее Че это там? Весна? Весна! Саня, смотри, блять, весна, птички А что это значит? Это значит, что весенний призыв начался И мне пора Топать в армейку Ведь я к этому готов Готов! Малый мега охеренный закон обязывает меня не ждать никакую повестку А я и не буду, ведь я готовцу Жизнь Я рад, я охренеть как рад Кстати, я подготовил специальный армейский мега лук Вы можете купить его по ссылочке в описании МИОД! Ооо, Лёха, братва, где я? Я в гостях у моего кореша, надполковника Годнотаева Он скажет мне годен я или негоден Ну чё? Лего, братан! Бля... Павел Васильевич, это точно крам. Точно крам! Сядь. Ну а что, Лёг? Годен? Да, годен. Ну и куда ж ты голубь хочешь? Я хочу туда, где погорячее, я хочу рвать, я хочу убивать. Кстати, братка моего тоже можно захватить, он су-у-учий уклонист. Донос на брата Е-БА-ФИ. Молодцы. Ладно, тут всё понятно, вырубай этого долбоеба. Слушай, ну а с нынешними что делать то будем? С кем это? Ну, с видеоблогерами, вон же поднимут суки как обычно. Ну, на этот счёт не беспокойтесь. Там на каждого ещё со времён спасибо Ева папочка лежит. Если что, половина на завод, а половина сяду только пальцем щёлзу. Но это другой разговор. Они о китайском интернете у нас ещё мечтать будут. Ладно, можете запускать. Это ещё что за хрень? Очень странные дела. Я победил. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok